На ореховой плантации в селе Дзюбджан буквально каждый куст орешника покрыт белым налетом. Это мучнистая роса – грибковое заболевание, вызванное различными видами микроскопических грибов-паразитов. Помимо этого, часть листьев орешника усохшая и скрученная. Виной этому опаснейший вредитель – фундучный усач. Личинки этого жука-вредителя прогрызают сердцевину побегов, что впоследствии приводит к увяданию всей ветви. Благодаря своевременному лечению на данном участке было собрано 17 тонн орехов фундука. Урожай неплохой, даже выше ожидаемого. Но самое главное – не количество урожая, а качество. Если не делать те агромероприятия по лечению, то мы в следующий год не сможем собрать урожай, или урожай будет уже некондиционный. Мы последнее лечение провели в июне месяце. После июня дальше, если мы лечение проводили, оно затратное, любое лечение. Нет, их болезни не было. Это болезнь, которая возникла в течение месяца. Оно быстро распространяется. Даже собранный фундук, когда лежит, если несколько штук там болезнь, они распространяются. Это грибковая заболевания, это инфекция. Оно быстро распространяется. Предпринимателя Бессалом Кварча уже более 15 лет занимается ореховой отраслью. Чтобы спасти урожай орехов фундука от различных насекомых-вредителей, необходимо как минимум 6 раз провести лечение, говорит он. Но не каждому крестьянину такое под силу. И потому очень необходима государственная поддержка. Крестьянин не в состоянии провести это лечение. Крестьянин не знает, какие лекарства купить. Крестьянин не знает элементарно, как раствор делать. Приготовление раствора тоже имеет свою специфику. Надо что-то добавлять в воду, что-то в другое надо. Есть совместимые лекарства, есть несовместимые лекарства. То есть, если агротехнику правильно, грамотно проводить и вовремя инструкции, то одним лечением, одним разом можно вылечить одновременно 8 заболеваний. Про это должен сопровождать немножко наука, ученые, энтомолога у нас нет, который должен сказать, когда идет личинка образования, когда вылупляется, когда нужно лечить. Если не будет государственной поддержки, эта отрасль умрет, понимаете, оно на грани гибели. Еще один участок ореховой плантации в селе Адзюбжа пострадал от личинок фундучного усача. Чтобы хоть как-то спасти ореховые насаждения от гибели, все усохшие ветки были обрезаны и сожжены. В результате на 50 гектарах земли, где произрастает 25 тысяч кустов ореха, было собрано 800 килограмм урожая. Это очень низкий показатель. А это экспериментальный участок на ореховой плантации. Здесь произрастает 19 сортов орехов фундука. Подобной коллекции нет на всем Кавказе. Говорит предприниматель. Именно эти сорта орехов фундука могут дать возможность конкурировать на внешнем рынке. Тут орех разные. Есть ранние сорта, есть поздние сорта, есть крупные сорта. Сегодня на внешнем рынке, в связи с большой такой конкуренцией, пользуются спросом крупные сорта. И в перспективе, в перспективе у нас есть потенциал, если уход соответствующий сделать, сделать надо будет нам обязательно сортоиспытательный участок, где каждый сорт надо будет соответствующий, да, анализ сделать, изучить, какой выход научно обосновать. У нас потенциал очень серьезный для в дальнейшем конкурентов на внешнем рынке. На сегодняшний день цена за килограмм ореха на внутреннем рынке составляет 80 рублей. Но большинство крестьян в этом году не смогут продать урожай ореха, так как он испорчен. Если в ближайшем будущем не решить возникшую проблему, то вероятность потери этой плодовой культуры очень высока.